Очередная моя орхидея выпустила новый цветонос из пазух листьев. Если вы хотите, чтобы наконец-то в этом осеннем сезоне ваши орхидеи тоже выпустили новые цветоносы или появились новые корни, тогда вам обязательно стоит попробовать этот микс лимонной и апельсиновой воды. Полив орхидеи цитрусовыми или же полив орхидеи под кисленной водой помогает разбудить самую спящую орхидею, самую капризную орхидею вашей коллекции. Я предпочитаю использовать жидкую форму этой обработки или сухую. Если вы отдаете предпочтение, выбираете сухой вариант, тогда вам понадобится 1-2 таблетки препарата Аскарутины из аптеки и добавить 2 грамма лимонной кислоты в литровом растворе. Если же будете пробовать жидкий вариант, то свежевыжатый сок лимона или апельсина по 1 чайной ложке, объемом общим литр воды готового раствора. Что касается агротехники, то поливать цитрусовой водой, подкисленной водой, лимонной и апельсиновым миксом можно как по листу, так и под корень, что упрощает процесс, потому что одновременно можно соединить эти две вида обработки и сделать подпитать и листву, и корни. Это актуально для тех, если ваша орхидея ренимашка, и у нее нет достаточного количества листьев или корней, или вовсе она осталась пенечком, поэтому ей тоже подойдет такая подкисленная вода. И даже если вы поливаете свои орхидеи в поддон, в этом случае я именно так и поступаю. Оставляю такую лимонную воду, лимонно-апельсиновую воду, если выражаться правильно, в поддоне, и она остается там практически до полного испарения. То есть такую воду сливать не обязательно, потому что она идеальная по pH-балансу, хорошая, оптимальная для субстрата наших орхидеи. И, конечно же, такая вода смягчает все то, что может давать жесткая вода. Именно поэтому вы заметите сразу, как и у меня, корни начинают раскукливаться, пробуждаться. Уже заметьте, как вырос старый корень, который раньше я вам еще показывала в начаточном состоянии, маленьким корешком, и уже он достиг своего размера. Именно поэтому, если ваши орхидеи еще не цветут, тогда самое время попробовать этот микс цитрусовых, для того, чтобы разбудить орхидею, которые до сих пор пребывают в состоянии спячки. И ей нужен небольшой толчок, которым и славится эта цитрусовая вода, лимонная и апельсиновая, для того, чтобы разбудить в нее настоящий потенциал будущего цветения. Я вам рекомендую настоятельно чередовать сухой вариант использования и жидкий, потому что в свежевыжатом соке апельсина и лимона еще по совместительству очень много дополнительных витаминов. Что касается сухого варианта, то как раз-таки в плане аскорутина там выступает дополнительный еще витамин рутин, который также в соединении с витамином С хорошо способствует развитию орхидеи и укреплению ее иммунной системы. Именно поэтому такие цитоносы всегда будут толстыми, крепкими, много будет на них бутонов, и никогда бутоны не будут опадать. И, конечно же, по итогу цветение будет очень обильным и продолжительным, потому что вы заблаговременно позаботились о том, чтобы эта орхидея выпустила цветонос в здоровом виде. Посмотрите, какие листья плотные, сильные у этой орхидеи. Именно поэтому такая цитрусовая вода помогает им укрепиться, блестеть. И, конечно же, такие цветоносы будут всегда высокими, с крупными цветами. И все благодаря поливу цитрусовым. Главное раз попробовать или же просто начать поливать такой водой, и вы сразу заметите результат.